Свой день рождения отпраздновала в эти выходные и деревня Бобыль-Косы Ядринского района. Ее история насчитывает уже 220 лет. У жителей Бобыль-Косов появилось еще две причины для радости и гордости. Здесь открылись часовни Николая Чудотворца и памятник павшим воинам Великой Отечественной войне. Только из этой маленькой деревушки на защиту нашей Родины ушли 68 человек. Средство на строительство пожертвовал уроженец деревни Валерий Клементьев, а возводили объекты всем миром, традиционным методом НИМЕ. Духовная, нравственная основа всегда была присуща православным христианам, чувашскому народу. Эта сила позволяет нам побеждать все те трудности, которые бывают в реальной жизни и добиваться побед. Я благодарен всем тем ветеранам, которые воспитывают своих детей в духе любви к родной земле, к родной республике, к нашей любимой России. День деревни для Бобыль-Косов – настоящий семейный праздник, на который съезжаются и старшее поколение, и молодежь. К событию, как признаются жители, готовились пять месяцев, поэтому гуляния здесь прошли с особым размахом. Это наши подворья, подворья семьи Клементьевых. У нас в деревне 12 подворьев таких, у каждого свой двор. С утра кушать готовят, все это приготовят, стол накрывают. И после этого, видите, пьяных у нас нет, пьяных нет. Самое главное – порядок, чистота, везде чувашские узоры, чувашские песни звучат. Вот так мы празднуем День деревни. Народный праздник – хороший повод передать молодым традиции своего народа. Научить старинным способам ведения быта, готовки и развлечений. Все же 220 лет – это длинная история, дань которой бабыль-косинцы отдают ежедневно. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.